Когти, всякие фонари У нас вторая игра на сегодня Asher против Your Exit У меня есть что-то подозрение, что здесь скажем так, игры настолько долгими не будет если Asher будут их ввести потому что Your Exit это команда, которая сейчас имеет стиль игры примерно такой они пытаются просто тебя развести по всей карте, они тебя утаскивают в болото и чем дальше ты в это болото заходишь тем комфортнее, потому что они играют 1-3-1 или там 1-2-1 1-1 в лесу, ну в общем у них очень странные стратегии сейчас, я если честно этот стиль игры не очень одобряю, потому что с одной стороны против него крайне тяжело и очень неприятно играть, с другой стороны у Your Exit просто состав недостаточно сильный сейчас по индивидуальному скиллу и по командному чтобы просто выигрывать драки после этого после вот этой всей затяжки которую они делают в early mid game но как есть, так есть у Your Exit на топе Nike, в лесу Session и Midlane паранойя на Адек Ириньон на саппорте Седжа. У команды Hard Random на топ-лейне Смурф, в лесу Симфони, Midlane Кира и ботом-лейн команды Hard Random это Лекс и Димонка на ферст пике ХР в первой игре ну у них более высокие Сиды, они в группе заняли первое место, так что у них есть преимущество да и интересно что забанят ХР против команды Ну здесь нужно забанить мастера И а в общем-то и все, все остальное на их усмотрение обычно банят Паранойя, один пик обычно банят Неону одного Адекэри, можно сейчас еще и Зрэйс Джейс, Калисто может быть Калисто не особо принципиально у Неона чемпион пул пошире и ему сейчас Калисто не всегда в приоритет Изреаль очень важен, потому что у Паранойи и Неона это у обоих пик очень актуальный и при этом против Найка и Релию почти всегда банят ну может и Калисто, может и Листар, любой актуальный пик в любом случае стандартные пики Your Exit это не то, чего боятся команды обычно Да, Изреаль уходит в бан от команды Your Exit наряду с Райзом и Ирелия против Найка была забанена от Хейеров посмотрим какой будет ласт бан Hard Random против Your Exit Возможно сейчас бан Изреаля так Ашеров немножко смутил Может быть, да, Азир ушел в бан последним Ну да, вот я же говорю, обычно против Паранойи один банчик идет, один против Сейши один против Найка, но это не обязательно то есть там некоторые команды предпочитают банить против Неона, там Изреаля некоторые предпочитают банить Калисто некоторые предпочитают банить Ирелию здесь варианты разные могут быть Да, Your Exit, мне кажется, будет весьма непросто в этой Best of 3 серии Калисто уходит баном последним против Лекса у Лекса пул героев неплохой Есть смысл фирспикнуть Север? потому что Лекс сейчас, вот помимо Калисто у него очень активные пики это... Я думаю, я думаю, Листар будет скорее Может быть тоже для Димонки Здесь это не особо принципиально просто у Сейджи чемпион пул широкий но дело не в этом абсолютно По-моему, Сейджи не играет на Алистаре Не-не-не, играет, играет Конечно, он сейчас на всем Сейджи всегда на всем играл Сейджи просто очень большой пул чемпионов просто, я не знаю, почему-то не получается у него их реализовывать Мы как раз вот на днях обсуждали на стриме с Этером, на стриме с Тар-серии почему у Сейджи не получается себя проявить и сошлись во многом на том, что не всегда Сейджи может быть хватает серьезного отношения к игре и мотивации показывать нужный результат потому что играет Сейджи безумно много но он очень много играет он на Рус-сервере играет много на висте играет много У него порядка 600 игр, по-моему, да? И он, кстати, апнулся из Д5 Не, он сейчас, по-моему, то ли Т2, то ли Д1 и у него, по-моему, только 500 чем-то побед на аккаунте, если мне не изменяет память Я просто помню момент, когда Сейджи упал в Д5 0 поинтов и некоторое время там оставался но потом вроде как поднимался и я, честно говоря, тогда перестал немножко следить за его успехами, поэтому если сейчас он апнулся в Д1, Д2 то, я думаю, Сейджи в очень хорошей форме находится Ферст пик Элистара и команда, которая играет против Элистара опять пикает Наутилуса и я не знаю, зачем это делают команды все еще, потому что что делается обычно в ситуациях, когда вы видите у противника Наутилуса и у вас Алистар? Вы можете сделать свап тогда Наутилус не сможет ничего сделать в early game, а в late game именно у Алистара его сильно аутскейлит а даже если вы встанете 2 на 2 на линии Наутилус против Алистара сделать тоже ничего не может это один из самых жестких хардкаунтеров вообще в мире саппортов которые сейчас только может быть потому что Наутилус и роумит ну, он неплохо роумит достаточно но и Алистар здорово роумит при этом на бутлейне против Алистара Наутилус делать ничего не может а в late game Алистар так аутскейлит Наутилуса что, ну там, совсем неприятно становится и, кстати, здесь Лекс еще и забрал Севир у Лекса сейчас второй по наигранности чемпион после Калиста, если мне не изменяет память является Корки слэш Вейн вот, но как раз и Вейн и, ну нет, Вейн против Севир неплохо стоит тут Корки против Севир себя не очень хорошо чувствует а у него на Севир сильная поэтому Ашера еще и отобрали Севир плюс Грагас для симфонии да, Грагас для симфонии это очень плохо для команды your exit в целом то есть можно было Наутилус если даже у your exit был план взять Наутилуса можно было с ним чуть-чуть подождать и взять, забрать Грагас в априори но здесь Сейше просто не нужен Грагас тут такой момент есть что сейчас мы можем увидеть джангл Шивану джангл Шака джангл... кстати, долго Сейше обещал взять джангл Акали в первом сезоне Старс серии но это Акали нет, это Риксай Риксай для Сейши ну, я не знаю на мой взгляд Грагас был бы более эффективным пиком для your exit в целом потому что они могли бы хорошо создать давление и получить преимущество в early game с Грагасом да, с Риксай тоже можно это сделать просто такой момент, что когда у вас есть возможность забрать самого приоритетного лесника в этом патче Грагаса а вы вместо этого забираете Наутилуса когда у противника уже взятый саппорт при этом вы забираете саппорты в контр-матчап не знаю, драфт странный как минимум как минимум странный при этом вы забираете в ранней фазе Варуса потому что вы очень боитесь от Киры этого чемпиона но при этом я уверен, у Киры сейчас есть какой-то на это ответ Гангпланк, может быть может быть, нет, кстати, это не шутка АП Гангпланк в медлейн с новым Люденом он может быть флеш-смайдом я не шучу я настолько обожаю Гангпланка что я готов видеть его в любой пастась ну а Ашера просто собирают свою композицию с инициацией мувспид севир это стандартный для Ашеров очень тимкомп они получили 5 комфортных пиков из 5 это ни в коем случае нельзя делать профи в команде Ашера я даже больше скажу я некоторое время играл на суппорте Гангпланке и заходил он весьма неплохо Оооо, это ты тот парень, который постоянно получает репорты за Сапор Гангпланк нет, неправда, спроси Фомку я уверен Фомка, может, тебе не говорил но я-то уверен, что он тебе репорты отправлял Фомка такой, знаешь, что о, спасибо за игру, Ник, здорово, здорово, спасибо так, так, intentionally feeding хорошо, отправили между прочим, это ты тот человек, который хейтил Фомку в предыдущие полгода а сейчас говоришь, что он ок, игрок ну да, но при этом это не отменяет его факта что Фомка репорты ты тебе отправлял не мне, мы-то с ним не играли понимаешь, понимаешь, в чем дело а это может быть, кстати, топ-лейн наутилус для Найка вот как вариант это может быть Mind Games от команды Your Exit топ-лейн наутилус сейчас очень вырос по популярности в Solo Q и на профессиональной сцене он время от времени появляется он сейчас достаточно силен дает очень много контроля матчапов у него плохих не очень много поэтому возможно, это был такой ход от Your Exit тогда его можно понять то есть тогда этот драфт мы снимаем слова, которые мы говорили про нелогичность пика наутилуса он имеет здесь свой смысл вот, кстати, все еще может быть топ-лейн рексайд джангл наутилус но я думаю, что все-таки это топ-лейн наутилус для Найка он сейчас действительно очень популярен в Solo Q новости, по крайней мере, на Diamond там, вроде как Diamond 1, Diamond там мастер тир, вот где-то так этот пик прям очень часто появляется в играх да, и у Year Exit'ов стратегия крайне занятная получается потому что есть два, считай, декерри два адешных чемпиона один Long Range Poker второй это High Mobility Champion с огромным пулом дэмэджа особенно в лейтгейме причем True Damage, который шредит танков очень легко есть Support, который предоставит хороший деф для своего адекерри и для мид-лейнера, в принципе, тоже для Паранойи в то же время, за счет Eye of the Storm Жанны Паранойя будет сильно увеличивать свой дэмэдж-аутпут с Паука на рейнже ну и, конечно же, два фронтлейнищих чемпиона это наутилус и Риксай которые будут очень хорошо заходить просто в эту композицию здесь, если честно, пик Вейны мне не нравится достаточно серьезно, потому что на лейн-фазе она будет неплохо себя чувствовать матч-ап здесь получается комфортно и Вейн, Жанна могут переигрывать Сивиро Листара, причем достаточно жестко но при этом в тимфайтах здесь нет целей для Вейны потому что по Листару ты все равно в драке не стреляешь он под ультой да, Грагос это танк да, война против танков хороша но в то же время Грагос это танк с огромным количеством контроля причем именно такого, от которого страдает Вейн то есть у него есть рейндж спелки у него есть ультимейт, который для Вейны может стать просто ужасным и при этом Рамбл против Вейн это пик очень удачный потому что если вы хорошо положили эквалайзер если вы хорошо подошли и Флейм с Питером пожгли война очень быстро будет растворяться да, тем более когда у Рамбла появится Жоня да, да, да там просто и Виктор, и Рамбл здесь в Вейне будет очень сложно себя в драках находить и опять-таки но у Юр Экзит не особо понятно кто должен драки инициировать у них не очень мощный дизенгейдж потому что одной Жанны будет не хватать здесь ну хотя у них есть еще Варус у них есть еще Наутилос здесь Варус и Наутилос это прям не жесткие дизенгейджеры у Жанны это может получаться неплохо просто если под ультом Севира Листар будет делать флэш и задевать хотя бы одного из кэрри команды Юр Экзит он будет умирать за секунду потому что Виктор, Рамбл, Севир это слишком много урон ну и Грагас, конечно у Симфони Грагас очень сильный он почти никогда не мажет ультимейтами а это очень важно он дает их очень здорово не стесняется играть с флэша, когда это нужно и здесь просто драфт, а Шеры, на мой взгляд, очень сильно выиграли потому что получили 5 сильнейших пиков и этой меты и 5 сильнейших пиков для себя на этот момент ну Юр Экзит взяли такой сетап какой захотели, как обычно вдобавок стоит отметить, что ХРМ очень удобно будет атомизироваться против Юр Экзитов в основном Юр Экзит физикал дэмэдж очень мало магического урона Юр Экзит на данный момент это усугубляет ситуацию очень сильно потому что Смурф закупит Жонни Жонни это плюс 50 армора достаточно хорошее количество брони плюс будет Релай, который даст хп пул для Грагаса будет Фрозен Харт, для Киры ну тут не особо важно броня для Виктора да, это она и для Рамбла там тоже, там Релай сейчас на Рамбла собирают очень часто вообще последним слотом или не собирают вовсе потому что Смурф вообще очень любит билд маска плюс Люден Эхо сейчас и здесь это просто не так важно потому что есть два фронтлейнера они свои, да, соберут дэв но при этом Юр Экзит здесь в чем проблема самая главная у них в принципе композиция достаточно лоу дэмэджевая она полагается на то, что Вейн в драке настреляет очень много либо Варус напоукает но при этом один поукер в сетапе у Юр Экзит только один, причем никакого другого поука нет ну Рикса это даже не смешно ее пульки эти, они стреляют уже в мидгейме никак да и в юрлигейме тоже не очень больно но если Дрэджлайн научился попадать в цель то есть и удается резко бурстануть кого-то тут если Наутилус попадает Дрэджлайном Ашера просто инициирует, понимаешь? а бурстануть, чем здесь бурстануть? Война бурстит, Варус бурстит, да нет ну они дают много контроля, много урона но при этом Грагоса, например, забурстить не получится Алистара забурстить, ну даже Рамбла не обязательно получится забурстить при этом Ашера мгновенно просто жмут на ульт Севир жмут на ульт Рамбла и Юр Экзит могут раствориться за секунду это сетап достаточно спорный как и в принципе ну рисковый, рисковый да, да, здесь Сейше я не удивлюсь, если Сейше пойдет в дэмэдж билд он будет оправдан хотя опять-таки физикл дэмэдж дилер против сетапа где и так два АДшника уже есть наутилусу обязательно нужен в таком раскладе какой-то дэмэдж айтем то есть это либо Глория Абисал это может быть Роа мы видели уже наутилуса на турнире Петендент с Роа плюс наутилус часто Роа собирает себе на топе как вариант, да, если магического урона мало но даже в таком раскладе у него в основном урон появляется только в мидгейме к лейту его опять мало да и в early game с каталиста только с одного урона это тоже магического немного я помню популярность дамажащих наутилусов на мидлейне от Шушея и еще какой-то был популярный наутилус, которого собирали через Витцент а Шушея вообще собирал чуть ли не Рободон на наутилусе и раскачивал его через дреджлайн ну это знаешь, это вот те времена, когда я еще там алексич на мидлейне Джани играл, знаешь, вот там с ДФГ да, еще раньше ну да, даже еще раньше то есть как бы времена изменились, да то есть это не совсем так работает сейчас, поэтому это, конечно, все здорово я, кстати, не знаю, если честно, насколько этот матчап тяжелый для Рамбла потому что в моем понимании все должно быть хорошо для Рамбла пока не выходит Лесник потому что что сильная сторона и у Маука и наутилуса так это то, что с Лесником они играют очень легко и этот ганг почти стопроцентный то есть ты просто можешь давать флеш-автоатаку, допустим и даже от флешившихся Рамбл он никуда не уйдет я жду момент, когда появится Леона на топ-лейне но появление этого героя на топ-лейне надо, надо Блицкранка возвращать на топ-лейне просто перевернет всю суть это больше Клекса, знаешь, если его кто-то топпером какую-то команду в старт-серии возьмут он покажет Дерон Блэйд Леон итак, Лекс фризит на топ-лейне свап от команды Хард Рэндом не, он тоже фризит на боте здесь обе команды фризят все-все-все-все понимали то есть Ашеры, когда есть возможность сделать свап с Алистаром они сделают свап с Алистаром для них это не вопрос плюс вырубить на эрли-гейме вражескую Рексай когда у тебя Грагас у Грагаса уже шестой уровень не слабее, чем у Рексай при этом Йорексит грамотно поступает они уже знают стиль игры ХРФ они читают этот момент с Димонко и Димонко поставил вард на красный баф и Йорекситы начали с нижней части леса при этом, кстати, Найк забрал синий баф для себя есть такой момент, что я бы сейчас никому вообще не советовал играть против Ашеров на свапе они слишком сильны на нем причем, особенно командам, которые не играли на Старсерии вообще вот им я не рекомендую это в первую очередь потому что Ашеры, да, на лейнфазе они тоже очень сильны но у вас есть шанс засноуболиться то, что было во второй игре БГХ, да просто лейнфаза слишком засноуболилась от такого не застрахован никто мы вчера видели игру против Солорин где, да, Ашеры взяли странный пик но в любом случае есть шанс того, что там Симфони допустим, 2 на 2 на мидлейне с Кирой умрут такое уже случалось, да, по-моему, даже в любом этапе турнира претендентов такое тоже было а потом пойдет сноубол, если взять сноубольные пики а вот на свапе этого сделать уже не получится потому что, ну, Ашеры просто знают, что делать они эти свапы тренировали очень долго а тренировки вот таких ситуаций, где идет в основном бесконтактная война как раз движение по карте самое главное тут Ашеры себе равных в СНГ сейчас не знают просто ну, как раз-таки опыт очень во многом сказывается хотя у состава Юр Экзи, ты знаешь, все 5 игроков очень опытные сейчас то есть здесь нет игроков, которые появились бы на СНГ сцене там, меньше чем год назад и при этом все они играли на старт серии по-моему, кроме Седжи с первого сезона и даже Седжи потом появился к концу первого сезона в команде Бати я больше скажу, большинство этих игроков играли на ланах по-моему, все, кроме Седжи, пожалуй и Параной тоже, по-моему, на ланах не, Параной играл на ланах за команду Эмпайр, по-моему, в Казахстане не, ты имеешь в виду вообще на ланах? вообще, в целом, не только на ланах ну, может и Седжи тогда на каком-то из ланах играл ну, я имею в виду более-менее крупный лан потому что Параной играл, по-моему, играл на техлапсе Найк точно был на ПРЧ Найк был на очень многих турнирах он был на ПРЧ, на ланах стар серии третьего сезона, он был он был на всех, ну там, точнее, не на всех но на очень многих ланах на ЕПС он был тоже на очень многих ланах до начала вообще стар серии, он почти на каждый лан ездил так что... да, и Сейша был на ланах то есть, по сути, все игроки Юр Экзит они очень опытные, с багажом таким знаний ну, не он вице-чемпион стар серии Найк вице-чемпион стар серии Сейша чемпион стар серии в былом, скажем так поэтому, есть такое дело но здесь, дело-то не в опыте, понимаешь здесь дело в том, что у Юр Экзит вот из всей команды хай-элла игрок, вот прям супер-хай-элла игрок, да, это только паранойя. При этом это ему не помогает выигрывать мидлейн против большинства миндеров старсерии. Более того, в тимфайты и в лейтгейм паранойя не очень хорошо выходит. Это его достаточно слабая сторона. Все остальные игроки, как индивидуально, так еще и вместе, в пятером, у YourExit не работает играть вот в стандарты. То есть, скажем так, даже не то, что в стандарты, а не в суперчизы. Вот когда они играют в суперчиз, у них может получиться там, да, шаг-лес, ну, Ясо топ, при этом ну, это прям полный трэш-стратегия в плане того, что вы такого не увидите вообще нигде. Причем, не то, что это, там, знаешь, единичная игра, заготовка, которую они тренировали месяц, это их норма, которую они могли даже не тренировать, а просто договорились там, ну, какие функции выполняет Ясо. Ну, Ясо стоит на топе всю игру, а шаг, он там, в лесу, а потом сплеткушен, вот. Ну и все. Вот наша стратегия, поехали, пацаны. То есть, тренировали они ее, может, там, пару-тройку раз в тем ранке, вряд ли сильно больше. Да, такой и смысл тренировать тоже особо много нет, потому что команды в тем ранкедах против такого вообще зачастую просто тилтуют и не знают, что делать. Да. Ну что ж, кстати, по стартам, закупам, что у Найка, что у Паранойи старт с кристальным фласки идет, при этом Юр-Экзиты хотят делать 4 в 0 на боте. Ашеры, как-то, всегда готовы на такие вещи, потому что Ашеры как раз сейчас заберут топ, сделают свобэк. У Ашеров это тоже натренированный, момент, поэтому. Здесь Юр-Экзиты должны отыграть своб как можно стандартно, как можно более стандартно, как можно более без сюрпризов для себя, чтобы хотя бы не выйти в минусе с этого своба. В плюсе это будет почти невозможно для них сейчас выйти со своба против Ашеры. В минусе тоже очень, очень хотелось бы не выйти, потому что потом, если будет преимущество у Hard Random, там, неважно, кто за сноуболица, Кира, Смурф или Лекс, каждый из них может в одиночку выиграть игру для команды, потому что здесь фронтлейн у Юр-Экзит достаточно слабый, потому что Наутилус это неплохой фронтлейнер, Рикса это достаточно средний фронтлейнер, два кэри, оба сквишовые, у обоих эскейпы такие, то есть у Вейн это не очень большой по рейнджу прыжок, против Грага с Рамбла это не поможет, Варус вообще в темфайтах, если не будет стоять позади всех, если инициация не будет со стороны Юр-Экзит, он будет умирать мгновенно. Поэтому, мне поэтому сетап Юр-Экзит и не очень нравится здесь. Но он немножко необоснованный, несбалансированный. Да, да, да. Ну здесь пик Наутилуса на топ просто непонятно зачем нужен. Да. Вроде возвращается Найк, и скорее всего мы сейчас уже попадем вновь в игру. Мне, кстати, ты знаешь, вот здесь бы либо может Наутилус, да, на топе, но при этом на Адекэре можно было поменять просто Вейн на Корки, и да, да, у Корки матчап против Севир не такой хороший, а у Вейны матчап хороший против Севир. Но какая разница, если вы знаете, что будет свап? Потому что Корки с Варусом работают, а не два паук-чемпиона. Ну в какой-то мере, особенно в мидгейме. Плюс у Корки хороший эскейп. Корки против Рамбла это достаточно неплохой пик в том плане, что у Корки большая по рейнджу Валькирия, он может абсолютно выйти из тимфайта, особенно когда там есть Рамбл, и при этом у него урона очень много по таким вот целям, как Рамбл, и он его может очень быстро в ответку забурстить. У Вейн по таким целям, как Рамбл, нет дополнительных бонусов, как против, допустим, супертанк-сетапов, в которых Вейна действительно садится очень хорошо, причем если эти танки без каких-то хороших габ-клоузеров или без таких ультимейтов, как есть у Рамбл. Ну и у нас продолжается игра. Пятая минута. Да, Йорекситы забирают вышку Т1. Не знаю, сколько быстро они это сделают наравне с хард-рандомами, которые на топе берут вышку Т1. Сейчас, кстати, Кира очень много хп потерял от паранойи. Очень много хрипов подобивал, конечно, паранойя понапропускал, но Кира за это хп очень много потерял. Да. При этом Симфони, кстати, берет красный баф, чем зарабатывает некоторые преимущества все-таки для своей команды. Ну, здесь обе команды понимают, что это 4-0, да, поэтому Симфони не видит смысла стоять на топ-лейне. Чуть-чуть позже заберут Т1, это не страшно, а вот то, что Симфони при этом уже продолжает фармить, и шестой у него может быть даже раньше, чем у Сейши, это очень важно, конечно, в такой ситуации. Поэтому... Это здорово. Это здоровское решение от Симфони, правда, ее экзит идут на Т2, но Т2 у них забрать, скорее всего, здесь... А хотя может получиться, потому что тогда только рамбл идти. При этом Т1 у ее экзит очень долго стоит, Лекс, причем, то есть, фриз дает возможность вышки добить как можно больше крипов, и, возможно, даже продолжит какую-то фриз стратегию на топ-лейне, хотя, скорее всего, свапбэк будет от ХРов. Юрекзиты не смогли забрать Т2 на боте, это очень плохо для них, так как времени потеряли сверхмного, они могли взять Дрейка? Не могли взять Дрейка, они могли бэкнуться, Сейши мог продолжить фармить лес, да, то есть, что сейчас произошло? У Грагаса 4-й с половиной, у Сейши 3-й, у Сейши 7 на 19 в лесу фарма, то есть, причем, у Грагаса все эти миньоны были, там, точнее, все эти крипы были лесные, да, то есть, у Симфони сейчас, вообще там, пятый вот-вот уже на подходе, у Сейши все еще третий, Юрекзиты дошли до реки, и бэкаются все на реке, забрав краба, при этом поставив фарт на драконы, они очень много времени потеряли, то есть, в чем здесь был расчет стратегии Ашер? Они понимали, что Т2 они терять вот в таком раскладе не должны, потому что Алистара не видно, и оставаться для Юрекзита под Т2 слишком опасно, а при этом то, что они продамажили Т2, это вообще не важно, то есть, да, Т2 просевший, но в итоге может оказаться так, что Юрекзит больше даже никогда не дойдут. Никогда и не дойдут, эти пол ХП Т2, которые являются потенциальной голдой, потенциальным преимуществом на карте, но не скоро для Юрекзит, они прямо сейчас выливаются в 700 золота преимущества для Ашер, потому что у Грагаса пятый, Сейши только взял четвертый, когда у Грагаса шестой, а у Рексай будет пятый уровень, на ганке Рексай противопоставить Грагасу уже ничего не сможет. И при этом для команды ХР очень выгодно расположились линии, то есть крипы. Юрекзит должны сейчас пушить на топе, с большой пачкой. На бот-лейне тоже крипы шли не в пользу Юрекзит. И в этой связи оказывается так, что Лекс готов пушить бот-лейн, при этом смурф запушен, и это сразу же понимали ХР и направили туда Димонку. Здесь Ашер, ну это стандартно, да, то есть Ашеры хорошо играют свап, не новость. То, что Юрекзит не контролировали линии вообще, то есть линии-то не сами по себе запушились или не запушились, Ашеры это контролировали. Они на топе, ты как раз сказал тогда, когда Лекс фризил очень здорово эту линию, в том плане, что она начала толкаться в сторону Ашеров. А на боте Юрекзиты просто допушили до Т2, и вся волна разбилась об Т2, и ее Рамбл собрал, и теперь он на топе собирает эту волну. Преимущество уже в 1100, при этом на карте не было даже ФБ. Димонку здесь там гудать не смог. Ну, возможно, Димонка тоже хочет быть Адмиралом. Адмирал Димонка? Адмирал Димонка. Адмирал Дима. Ну что ж, пока что 10 на счет 0-0, восьмая минута на таймере, Юрекзиты на топе, Дрейк... Причем Дрейк есть, но... Уже поздно, уже сейчас Ашеры должны его забирать, у них-то Адекарри на боте, и у Рамбла, если что, телепорт есть, а вот война здесь должна задержаться. Да, нету Т1 вышки, кондемн хороший от него, он очень вовремя Димонка не сможет по тебя. Там на Милейне по Кире въезжают, Клинсон тратит тоже, Фаранойя гонится дальше, но Кира даже флэш свой не потратил, он пытается развернуться по Паранойе. Отличный КС Шторм практически добивает Паранойю Кира, куча деммейшей идет. Близко, близко это было. Там Кира чуть 1х2 двоих не убил сейчас, было действительно очень опасно, оба игрока ее Рэгзита оставились без флэшей, Кира тоже потратил 2 самонера. Йой-йой-йой. Сейша может умереть, все-таки Димонка Симфония заходит, Сейша отменяет свой бэк, Паранойя тем временем под вышкой, Димонка заходит вместе с Симфония вновь, но Паранойя должен уйти. А Кира такой просто посмотрел на это, парни заходят на мидлейн, Кира такой, ну я бэкнешь тогда. Почему бы и нет? Все-таки Варус персонаж опасный, капли есть, стрела бьет там на 150. Не, ну может Кира, конечно, решил, что Варус его может перебурстить здесь, в том плане, что барьер у него остался, Кира всегда самонера таймит идеально, поэтому прекрасно должен был понимать, что у Варуса остался барьер. Ну а Симфония Седжа не дает застопать эту линию, поэтому все крипы здесь об вышку разбивают. С контроль линий слишком хорош у Ашер. То есть драг не было, киллов не было, 1300-1400 преимуществ в пользу Ашер. Это вот то, о чем мы говорили, важно против Hard Random на свапе не оказаться сильно позади. А ее Рексит не смогли этого избежать. Найк тем временем пятого уровня, Смурф шестой, причем с эквалайзера запушивает верхнюю линию, очень быстро и уверенно, поэтому по всем фронтам, как ты и сказал, отставание у Юра Рексит. И как им камбэкаться, за счет чего им как-то восстанавливаться в этой игре, совершенно непонятно. Потому что и тимфайт композиция у ХР выглядит посильнее. Да, у них вообще всегда сейчас Рамбл, если есть возможность, забирается на топ-лейн Рамбл или Хикарим. Тимфайтовые топеры для Смурфа это самый оптимальный выбор. Он очень... Ну и Гнар еще вот есть у него из пиков. Мы его как раз видели в групповой стадии, когда он один на один на боте вражеского адекерри убивал. Сейчас Ашеры очень выросли, выросли сайдлейны, потому что теперь Кира зачастую... О, кстати, посмотри, как Кира перефармливает паранойю на 30 грипов за 9.50. Но это... А, мы это уже смотрели, да, это Шкира на Викторе. Сейчас будет там 280 за 25. Это Шкира на Викторе. Он всегда так фармит. Да, Кира как раз получает... Ну, точнее, улучшает Хекс Корр. Первый раз получает усиление на Десрей и в итоге из случая просто 6 грипов забирает сходу. Вот, как раз то, что сейчас происходит на миде. И он фармить волков. Теперь синий баф есть, можно еще по фар... О, у Киры веселая игра получается. Ну, а че? Так-то преимущество хорошее. То есть Виктор на данный момент это тот герой, который без проблем фармит лес. По-моему, единственный, кто может так выфармливать лес. Ну, Владимир может так выфармливать лес тоже, только ему... Не на ранних уровнях, кажется. Не, на ранних нет. Но с появлением там револьвера где-то уже к 9 он может тоже начинать. Ну, здесь просто сам по себе геймплей Киры, он немножко отличается. Обычно Викторы предпочитают на мидлейне оставаться и предпочитают, если на них вражеский лесник играет агрессивно, то просто разворачиваться в 2 на 2 или в 1х2. Да, тем временем дерется Nike Symphony. Эксплозив Каск отличный, раскидывает двоих игроков Your Exit Symphony в безопасности. Сколько дэмэджа вносит этот Десрей от Киры? Сейша должен уходить отсюда. Мало что может сделать вообще команда Your Exit на территории Дрейка. И вопрос времени, когда хард рандомы все-таки этого Дрейка заберут в свою пользу. У него он сядь же и забирают. Таки Т1 на топе. При этом на боте сейчас тоже вышка, скорее всего, уже упадет. Здесь огромный пак миньонов. Причем Ноутилус не здесь. Но опять... Вот опять настолько-столько потерь терпит здесь Your Exit. Абсолютно необязательных, потому что такой вкусный фарм. Неон дофармливает на топе. Продолжает давить вместе с Сейджи и Линью. Но странно, что... Хотя, если бы Сейджи оставлял Неона одного, то, скорее всего, Смург бы 1 на 1 просто дуэлил Неона. Конечно, конечно. Сейчас Рамбл безумно опасен. Маска есть. Он любую сквиш-цель будет слишком быстро уничтожать. Но это, кстати, отличительная особенность Сейджи. Он никогда не уходит на Ромы. То есть он всегда остается вдвоем со своим Адекерри. Где бы там ни был Адекерри, он всегда находится с ними. Знаешь, в рамках команды Your Exit сейчас, на мой взгляд, это самое оптимальное вообще поведение от саппорта. Потому что Неон — это главная надежда команды Your Exit. Просто отыграть хорошую, добротную, сейфовую игру, в которой Адекерри впереди. То есть это главный кэрри команды Your Exit. Поэтому если он выформил свое, если он получил свои предметы, а шеры при этом дерутся неправильно, тогда будет шанс, что Неон убьет всех. Это, скажем так, единственный добротный шанс команды Your Exit после минуты так 30, если игра будет развиваться ровно. Ну да. Вейн идеально в плане зачистки тимфайта. То есть если Your Exit смогут достаточно раздамажить и бэклайн, то есть фронтлейн будет под шотами Вейны, скорее всего, находиться все время. То есть если Вейна будет в сейфовой позиции. Наутилус чемпион, который может на себе держать нескольких игроков. О, Димонка сфейлил, комбой. Фельдмаршал-адмирал! Кричит Димонка. Я тоже так могу, смотри, учись! Тоже мне выскочка. Я в топ-1 команде старш серии. Тут просто на самом деле беда, потому что сейчас вот по скейлингу, да, Рамбл, который приходит в тимфайт сейчас, наутилус должен давать что-то в мид-гейме, обязательно. А он не может дать больше, чем Рамбл. А в лейт-гейме он тем более не может дать больше, чем Рамбл. Потому что этот наутилус, он не является офт-танком. Это наутилус, который, скорее всего, ну, мне кажется, что он должен быть гибридным. То есть либо Ро, либо Эбисал. И он не будет таким затанкованным, каким должен быть вообще, там, джангл, например, наутилус, или даже, может быть, фулл-слот-саппорт наутилус. Джангл наутилус стронг. Ну, не очень. Тебе или не знать. У меня просто свои воспоминания связаны с джангл наутилусом. Сейчас могут давить и сашеры попробовать, если кто-то подставится. Ох, Эксплозив Каску от Симфонии. Только ты похвалил Симфонии перед началом этой игры, что он никогда не промахивается с Эксплозив Каском. В этот раз не попадает ни по кому из команды Йорексит. Но, тем не менее, Таурдайв может быть. Какой врыв от Димонки. Эквалайзер тут же кладет Смурф. Сколько дэмэджа нет по паранойи, он старается выжить. Но First Blood в пользу Киры. Отличный лазер с его стороны. Уже два убийства в пользу ХР. И я думаю, что Найк тоже упадет. Ему не выжить в этой ситуации. Он пытается уйти джанглайном, но не тут-то было. Даблкил в пользу Смурфа. 3-0 ХР. Минус Т1 вышка на миде. И Йорексит теряет контроль на ситуации. Ну, хоть Т2 заберет, честно, он на боте. Хотя бы это хорошая новость. Но не сильно хорошая. Потому что там сейчас еще и пак миньонов заберет Рамбл, скорее всего. Он может вообще сейчас себя чувствовать просто идеально комфортно. Непонятно, почему у Йорексит решили оставаться. Там дисплейсментов много. А ШРов больше. Войны здесь еще нет. Предметов у Йорексит тоже своих еще нет. Так что... Ну, неясно. Да, 3000 голды в пользу ХР. По вышкам они впереди. Но, с другой стороны, в разнице в одну вышку это еще не так критично. Тем более, есть Т1 на миде у ХРов. Которую рано или поздно можно будет все-таки забрать, если игра будет затягиваться. Здесь дело не в вышках. Здесь дело даже не в там 3000-4000 по золоту. Здесь дело в том, насколько под контролем эта игра идет у HR сейчас. Насколько все, что происходит на карте, инициируется HR-ами. А Йорексит пытаются на это отвечать. И иногда у них получается неплохо, а иногда не получается вообще. И при этом у Йорексит сейчас, если кэри не будут в шоколаде оба, желательно оба. Потому что одного неона не хватит. Здесь не тот сетап, против которого Вейн будет заходить сильно хорошо. Потому что ее может дуэлить Виктор, ее может и Севир тоже попробовать в какого-то момента уже подуэлить с хорошими критами. Севир, конечно, вряд ли. Нет, ну там просто, понимаешь, там, да, как бы Вейн прыгает по тем файту, а у Севир рядом Элистар и Грагос. И как бы Вейн-то она, конечно, в один-на-один прямой дуэли убивает очень многих персонажей. Но здесь очень много контроля. Слишком много, я бы даже сказал. И Рейзиты продолжают пуш на миглейне. И с тем временем Севир находится на боте. 1-3-1 от Hard Random. В пятером ее Рейзиты давят Т1-вышку. Кир отпушивает, моментально сбивает всю волну крипов одним лишь лазером. И против этого Юр-Экзитам нечего сделать. Сейчас Смур вшел на случай, если Юр-Экзит решат инициировать независимо ни от чего. То есть такие ситуации бывают, когда команда противника очень агрессивно играет. О, Эксплодив Каск! Сейша использует свой флэш для того, чтобы не подставиться. Этот флэш, в принципе, его и спасает. Да. А скоро, кстати говоря, у Паранойи пропадет контроль над тинними бафами. И у Киры 165 за 16-30. Очень солидный фарм. Этот стиль игры Кире очень подходит сейчас, потому что это тот стиль игры, при котором Виктор Кире не подставляется. Но при этом он очень хорош получается в позднем мидгейме, когда где-то 30-ая минута у Киры безумный фарм. Есть пара киллов, потому что на каких-то драках Кир с них киллов получает знатную. Такое ощущение, что Кире всегда хочет больше. Просто Кире, это его стиль жизни, мне кажется. Ему хочется больше. Поэтому Виктор подходит ему в плане фарма, то что он может сам ставить рекорды в каждой игре. Да. Поэтому Кире всегда в Макдональдсе заказывает на 500-600 рублей больше, чем все остальные. Потому что ему говорят, картошку будете, Кире? Да. А пирожок? Да. Может колу хотим? Колу тоже буду. Все хочу. Я хочу от жизни больше, говорит Кире. Но тем временем Ашеры запушивают Т2 на топе. Да, и довольно активно. Пятером на данный момент. И если грамотно, опять же, положенный Эксплозив Каску от Симфони. Ну здесь Т2 не получится на топе уж точно взять. Потому что, ну дайвить по крайней мере не получится. Можно просто выбоетить Юр Экзитов куда-то поглубже к себе. Но здесь просто надо сейчас форсировать второго дракона. Пытаться забрать все Т2. Если получится. Да, на ошибках Юр Экзит. Юр Экзит просто перестают драться. Замыкаются на своей половине карты. Ни в коем случае нельзя делать. Потому что их сетап не располагает к пассивной игре. Да. Хейры разбегаются. Байкуются. Сейчас, скорее всего, будут играть по Дрейку. Юр Экзиты тоже сдвигаются сюда. Контестить. Могут постараться. Наверное. Единственное шанс... У них был шанс успеть его забрать пораньше самим. Но они уже не успевают это сделать. Да и это было слишком опасно. Потому что у Рамбла в любом случае был телепорт. Пока что не он аутфармит Лекса. И аутлевелит его даже. Есть Блэйт Озеренкинг плюс Зил войны. При этом у Севирки Инфинити Эдж и Зил довольно равноценные закупы. Здесь самое главное то, что Севир выполняет другие функции просто в этой игре. Севир нажимает на R. Она делает половину тимфайта. А Вейн нужно нажать на Q раз 10 за драку. Увернуться от всего. И только тогда она сможет вообще хоть какой-то урон нанести. Ну, кстати, у Рамбла действительно маска Люден. Это любимый сейчас билд Смурфа. Смурф очень быстро адаптирует какие-то билды с High L и EOS сервера обычно. Или какие-то билды с Кореи. Потому что в этом плане, конечно, Кира главный эксперт команды HR. Он всегда пытается какие-то актуальные корейские руны и мастерки, и билды делать тоже. Но у Смурфа свой взгляд немножко Люден очень хорошо работает в плане O.E. на Рамбле. И лейтгейм там, конечно, получается. Бёрст дэмэдж очень порядочный. Плюс МС с орками. Там Рамбл по тимфайту двигается намного быстрее. Что тоже приятно на этом персонаже. Да. Абсолютно точно. По атомизации, кстати, уже Синдер Халк и Сайд Стоун есть у Симфони. Он знатно опережает Киру. О, Саишу? Да. Ну, а если опять же посмотрим по Галде, то тут слишком сильное везде преимущество у команды Хард Рэндом. Единственное как раз то, что мы обсуждали у Неона. Есть преимущество небольшое над Севир. Здесь просто вот это тот случай, знаешь, когда ты смотришь. Даже если бы война сейчас была 3-0-4-0, да, это бы не особо принципиально изменило ситуацию. Здесь я даже не знаю, какие предметы нужны Неону, чтобы эти драки переживать. Потому что ему нужен и дэмэдж обязательно. Он не может вообще игнорировать дэмэдж. То есть ему здесь рано или поздно обязательно потребуется баньша. Может даже третьим слотом. Но собирать баньшу третьим слотом на адекэре, когда у тебя на топе наутилуса в лесу танковый Орик Сай, по-моему, так тоже нельзя действовать. То есть это тоже вопрос. Ну и начинается здесь дракон для Юрэгзит и заканчивается дракон для Юрэгзит. И Аширы его просто забирают. Мне кажется, Юрэгзитом бы подошел здесь какой-нибудь Корки в этой игре. Ну да, да, Корки был бы с Варусом очень хорош как раз. Потому что они и поукать могут, Корки против Рамблу лучше. Много факторов есть. Но пока так как есть, Юрэгзиты стараются контестить этого Дрейка. Не дать хард-рандомом забрать его во фри вообще нельзя ни в коем случае. Потому что второй Дрейк для хард-рандома, во-первых, это выходы на третьего Дрейка скорого. Ну и плюс это удар по вышкам увеличенный. Увидели Север на боте, Юрэгзиты сразу начинают делать Дрейка, но при этом это сразу опасно. У Симфони есть флэш. Симфони может просто попробовать застелить, ставит бочку на замедление. Сейшо продолжает бить дракона. Тысяча хп остается у Дрейка. Возбирает все-таки команду Юрэгзит. Нужно сразу же отступать. Кира может пойти в Энгейдж. Попадает хорошая стрела. Перезагарок, Олайзер! Отличный утрамбла. Найк в аутпозиции. Его скорее всего... Блядь, минус. Даблкил для него. Нион продолжает отступать. Умирает также и Вейн. Сейшо тоже погибнет. 7-1. Счет в пользу ХР. Размениваются 4 в 1 за Дрейка. Команда Хард Рэндом разносит Юрэгзит. Да. Не он был флэш. Он его потратил. Потратил хорошо. Но просто не может Вейн ничего сделать. Не смог ретануть по паранойи, к сожалению. 3-0-4 Виктор. У него Морелловой став на бэке лежит еще золота достаточно много. У Севир... Да, у Киры там на бэке почти НЛР. Можно сорки взять. Можно фикс-кор улучшить. Масса вариантов доступны сейчас для этого Виктора. У Севир на базе лежит готовый статик и почти готовый фантом. Скорее всего, это будет статик здесь. Да, потому что фронтлейн все-таки есть. Юрэгзит статик против него работает. Ничуть не хуже. Даже лучше зачастую. Почти у всех игроков ХР 100% kill participation. При этом у Лекса счет 0-0-7. Фин плюс статик билд на 21-минутен. Так стабильно, стандартно для Кири. Это неплохой билд, учитывая то, что был свап, на котором Лекс получил далеко немного. Здесь больше Рамбл от свапа получил преимущество, чем Севир как раз. Это, кстати, вот этот темфайт был очень красивым. В том плане, что это тот редкий случай, когда ульт Грагаса выталкивает цели на ульт Рамбла. Потому что Юрэгзит были очень в миспозиции. И так драться, конечно, нельзя. А, если сейчас Мурф, он может собирать Рободон. Для фулл АП билда. Потому что Люден с Рободоном они стакаются как для Рободона, для его пассивки, так и для Людена, и его пассивки, хоть и с Кейл АТП, по-моему, в последнем патче как раз уменьшили. Люден стал чуть менее жестким, в предпоследнем, точнее. Все равно достаточно приятно. Вот, но просто Ашеры очень здорово дерутся. Мне кажется, время банить Виктора против ХР. Потому что каждый раз, когда Кири берет Виктора, ну, опять же, как законтрить Виктора, который сейфово фармит, выфармивает постоянно лес и пачку крипов отпушивает за один лазер. Ну, Виктор достаточно серьезно страдает от харденгейджа всяких и от ассасинов. Может пострадать, но не всех. Ну, не всех. И не против каждого харденгейджа тоже. Тут как бы есть свои нюансы, потому что, если забурстить Виктора не удалось, да, он тебя сам может забурстить. Да, и проблема в том, что Кира на нем слишком уверенно себя ощущает. И, опять же, постоянно забирает фарм в лесу. Это никак не остановить. И он в любом случае будет все время перефармить своего оппонента. И сейчас, кстати, оверфарм на 80 крипов идет в пользу Киры. И сколько демэджа вносит этот Десрей? Ну, если просто, понимаешь, проблема в том, что дело не в Викторе Кире, дело не в рамбле смурфа. Дело в том, что у этих игроков по 4-5 чемпионов не менее сильных, чем вот тех, на которых они играют сейчас. В том числе и у Лексов. Ну, у Димонки со Symfony меньше, чемпион пул явно. Хотя, ну, они играют на многих персонажах, да, там у Symfony Ноктюрн есть, у Димонки там вообще и Энни, и Трэшон на всем на игре. Просто они не особо команде нужны сейчас в текущем состоянии. Ну, и Димонка всегда славился игрой за таких более... Ну да, utility protect support. Utility protect support. Это больше ему подходило под стиль игры. Просто дело не в том, что у Ашеров есть сильные пики. Дело в том, что у Ашеров слишком много сильных пиков, и при этом даже на средних своих пиках они могут отыграть как команда слишком хорошо. То есть, да, и у Рекси тоже забрали здесь, ну, для них эти пики вполне таки индивидуально комфортны. То есть, у Седжи Жана Most Played чемпион, по-моему, один из Most Played чемпионов в этом сезоне. Не он на Вейн играет тоже очень много наравне с Калистой. Вот Калистой Севир Вейн, это его основные персонажи. У Паранойи Варус тоже наигран. Ну, да. Про Рексай для Сейши ноль комментариев, потому что Рексай в этом сезоне, если Рексай у вас в лесу не наигран больше всех, просто потому что был период, когда Грагас был не в мете в этом сезоне в лесу, а вот периоды, когда Рексай была не в мете в этом сезоне, его просто ничего не было. Да, такого не было. Ну, тем не менее, у Сейши есть, помимо Рексай, какие-то наигранные пики серьезные, вроде Вай. Он, по-моему, любит именно ее. Сейчас он на ней вообще не играет здесь просто. Но она в ней меты абсолютно, по-моему. Да, конечно. У него есть лесная Шивана, у него есть лесной Шак, у него есть лесной Мастерии. Но лесной Шак и лесная Шивана не опасны практически ни для кого. Вчера на лесной Шиване Сейши умудрился проиграть игру даже против команды Дрэгона, которые до этого ни одной игры вообще за сезон не могли выиграть. Тем временем, Экспозив Каст потрясающего паранойи, его мгновенно сносят. Сейши может попасться тоже на Утилус, падает Неон под ударом. Эквалайзер был очередной хороший от Смурфа, даблкил для него. Жанна упала, умрет также, скорее всего, и Неон. Пытается раскатить Симфонис Смурфом. Сейши получает тонну дэмэджа. Минус еще один игрок, команды Рексит и Хэйеры. Насколько далеко они заходят и не боятся ничего. Неон падает, это Эйс. В пользу команды Хэйер, 12-1 счет и... Вот тебе и Ультимейт, и Симфонис, понимаешь? Вот и... Вот и Сорендер от команды Рексит за 24-20. Я не знаю, как там были другие матчи в группе у команды Ашер, потому что мы посмотрели только одну их основную игру, по-моему, и один Тихвин они взяли. Но у меня есть ощущение, что они могут выиграть этот турнир, ну, кроме, там, знаешь, гранд-финала, потому что в гранд-финале все-таки будут, возможно, Dolphins, возможно, Рокс. Либо какая-то команда, которая их одолеет. Ну, да, тогда это вообще будет так.